Всем привет дамы и господа, с вами Александр и сегодня у меня на обзоре очень-очень безопасное кресло от компании Ricara в категории 1, 2, 3 с 9 месяцев до 12 лет это кресло и вы видите у меня в руках столик безопасности, здесь ребенок пристегивается не пятиточечными ремнями, а столиком безопасности как раз таки наличие столика и делает это кресло одно из самых безопасных на рынке столики они не только у Ricara используются, бренд Cybox тоже, Kidi используют их но у Ricara, как мне кажется, столик он самый эффективный, потому что он самый крупный это немножечко больше сковывает движение ребенка, но он эффективнее, потому что площадь контакта с ребенком большая энергия удара, соответственно, распределяется более эффективно и поэтому этот столик эффективнее но немножечко больше скрадывает движение ребенка, пространство на самом деле ребенок, если к столику привык, он в любом будет абсолютно нормально себя чувствовать к столикам вообще надо приучивать детей, далеко не все дети любят с ними ездить соответственно, столик у нас используется с 9 месяцев до метра роста давайте покажу сразу, как им пользоваться, чтобы уже дальше мы этот вопрос не поднимали берем просто сажаем туда ребенка, пропускаем ремешочек в направляющих вот смотрите, вам видно отсюда, как проходит, ремень нужно вытащить до конца вот так вот как вам сейчас может показаться, что ребенок здесь сильно прижат здесь сейчас нет ребенка, поэтому ремень и прижал столик и когда ребенок сидит, вам же в ремень автомобильный не давит, когда вы пристегиваетесь здесь абсолютно то же самое просто проводим ремешочек над столиком, фиксируем его и вот так мы передвигаемся пока не достигнет ребенок роста в 100 сантиметров после чего мы уже используем обычный ремень убираем столик и сразу хочу сказать насчет зимы вообще в верхней одежде нельзя возить детей в креслах это небезопасно я понимаю, что есть правила, есть реальная жизнь их очень тяжело совместить но такова реальность кресла очень плохо, даже наверное совсем не работают в ДТП в верхней одежде и плюс в верхней одежде в пуховик оденьте на ребенка он в 5 раз больше есть, чем на самом деле становится в пуховике, имею ввиду и он просто тупо сюда не поместится поэтому прогрели машину, сняли комбинезон, куртку и едем дальше к автомобилю нужно подстраиваться тем более, если вы выбираете одни из самых безопасных кресел значит вы понимаете, что вы хотите и не надо эту безопасность портить комбинезоном вот собственно этот момент разобрали в общем до 100 сантиметров дорос ребенок столик убираем, он уже нам не нужен и когда ребенок уже дорос до 100 сантиметров нам нужно здесь из-под ребенка вытащить вот тут снизу, сейчас просто не хочу разбирать кресло, чтобы его вытаскивать снизу еще вот такой вот наполнитель, который приподнимает ребенка выше кто-то его оставляет, ну как бы типа по правилам его надо вытащить но на самом деле он делает даже сиденье помягче кто-то оставляет, кто-то вытаскивает но можно вытащить вот здесь вот и ребенок станет чуть ниже здесь сидеть соответственно 2-3 категории, когда ребенок уже дорастает мы используем естественно тот же ремень просовываем его уже в направляющем в подголовнике сейчас я вам про направляющие расскажу вот оно вот и пристегиваем все как взрослый человек делает сделаем здесь то же самое и очень важный момент, я в каждом обзоре говорю это одинаково для всех направляющий он нужен для того, чтобы направить ремень туда куда нужно и когда вы регулируете подголовник по высоте смотрите, чтобы от плеча до подголовника было не больше двух пальцев чтобы ремень не ушел на горло если вы поднимете больше чем нужно при ДТП имеется скотч на горло это очень опасно поэтому пользуемся именно таким образом что еще интересного из фишек хочу добавить у Recaro они вообще молодцы у них в подголовнике сейчас ремешок вытащу у них в подголовнике есть встроенные наушники и через 3,5 мм джек вы подключаете планшет планшет, ну что-нибудь, айфон, ну что угодно какую-то мультимедийную штуку и звук у ребенка вот здесь не во всю машину орет, а именно в подголовнике сразу замечу, это не колонки, это наушники они не орут на всю машину, слышит ребенок нормально в общем, вот такая вот вещь еще что мне нравится, здесь внутри в подголовнике есть подушка которую с помощью вот этой вот груши мы можем накачать то бишь глубже сделать подголовник и выдвинуть его наружу когда ребенок водорствует, иногда люди накачивают чтобы было поудобнее чтобы сдуть, нажимаем на кнопочку и давим на него, и воздух выходит в общем, вот такой вот прикол кстати, что касается материалов материалы у Recaro очень хорошие очень качественные, износостойкие и дышащие и сам каркас здесь, вот смотрите, я вам покажу полностью вентилируемый весь каркас чтобы ребенок летом меньше прел еще сразу хочу заметить у этого кресла есть система Isofix Isofix у нас, он металлический, естественно и мы его используем при креплении в автомобиль но если у вас вдруг в автомобиле нет Isofix вы можете не переживать это кресло универсальное можно ставить и так, и так я уже вам показал все способы, они актуальны и при отсутствии Isofix поэтому не переживайте также, вы видите, здесь установлена их фирменная система Advanced Side Protection это система, которая гасит сильно гасит энергию удара при боковом ДТП из-за этого кресла они такие, видите, немножко дутые во все стороны пространство много занимает в автомобиле но оно очень эффективное, поэтому стоит пожертвовать этим вот, и, собственно, все по безопасности я уже вам все рассказал по материалам все понятно это действительно очень крутое и одно из самых безопасных кресел на рынке из своего опыта я уже много раз говорил я во многих креслах попробовал катать детей по три месяца, по два месяца в общем, практически о каждом кресле у меня есть свое мнение и одно из моих любимых кресел в категории 2-3 когда ребенок уже со 100 сантиметров это вообще, наверное, эталонное кресло по посадке очень крутое посадка здесь реально очень удобная в дальней дороге очень отлично себя показывает это кресло и я его прям очень рекомендую что касается столика если вы во главе угла у вас исключительно максимальный уровень безопасности и универсальное кресло хотите это будет однозначно столик может быть, это будет Recaro, Cybox, Kiddi но что-то из этого но у Recaro, мне, столик, кажется, мое личное мнение никому его не навязываю но не последняя инстанция но он здесь самый крупный и самый эффективный вот, и, соответственно, у вас потом супер категория 2-3 получается когда ребенок вырастет из столика в общем, как по мне, я очень рекомендую это кресло к рассмотрению мне оно очень нравится и выбирать, естественно, как всегда, вам единственное, еще добавлю по ткани стирать нужно до 30 градусов, чтобы оно не село и вы смогли его потом обратно одеть этот момент очень важный вот, ну а кресло, если вам понравилось в обзоре внизу ссылка в описании есть часто акции бывают на Recaro можно очень вкусно купить ссылка на Мир Автокресло в описании есть если вам обзор был полезен, интересен ставьте свой царский лайк подписывайтесь на канал и удачи вам на дорогах всем пока!